2 августа в России, Казахстане и Беларуси отмечается День воздушно-десантных войск. В этом году у праздника юбилей 90 лет. По традиции десантники приходят в парки и купаются в фонтанах. Однако из-за коронавируса официальные мероприятия отменили. Сегодня в парке Горького мы пришли пообщаться с десантниками и узнать, что для них значит этот праздник. И самое главное, как они его отмечают. Сколько вы раз подняли гирю? 92-93. Ну можно у коллег спросить. Как вы себя чувствуете после этого? Нормально. У меня был результат 90 раз как юбилей воздушно-десантных войск. Это как день рождения. Это самый большой праздник для меня. То есть десантник должен подавать пример положительный, что это защитник. Быть защитником, выглядеть как защитник и защищать свою родину. Как отмечаем? Ну в принципе да. Могу сразу развеять всякие дурацкие страхи и стереотипы, что никто не свинячит, не ведет себя по-свински, никому не пристает. Посмотрите, нигде не видно одного пьяного десантника. Давайте честно. Скажем так, маленькие, нехорошие моментики, когда кто-то лезет в фонтан. Это, знаете, как в поговорке, паршивая овца, спортищая стадо. На самом деле десантники отмечают гораздо все более цивилизованно. Выпивают, закусывают, но не теряют человеческого облика. Естественно, отдавая дань уважения к форуме и к Маргелову, который нам эту форуму подарил. ПТВ! ПТВ! Ура! Можете рассказать про этот праздник, что он для вас значит, как вы его отмечаете? Этот праздник очень великий. И мы его отмечаем, как все достойные воины России. Честно, с доблестью, с мужеством, так же, как и принимали участие во всех вооруженных конфликтах. И в мирное время, когда защищали мирных граждан. Это история, традиции. В этом празднике ощущается много и силы, и дух. Поэтому отмечаем мы его семьей, не бьющими. А вы сами хотели стать десантником? Конечно, с детства, как и вся молодежь, когда мы росли, мы все мечтали и думали попасть в воздушные десантные войска. Но мне повезло. Ну, День ГДВ у нас это очень, очень хороший праздник. Мы этим гордимся. Мы его любим. Вот все наши братья здесь встречаемся. Это сплоченность. Так должна быть и страна, сплоченность всегда. Как вообще отмечаете этот день? Как отмечаем? Ну, вот ходим гуляем, ходим концерты. В этом году почему-то, почему-то в этом году концерты отменили. Я был на Красной площади сегодня, там все перекрыто. Хотя вчера по телевизору я слышал, что объявили, что будут концерты, будут шествия, будут какие-то встречи ветеранов. Ну, одним словом, можно сказать, что это десантное братство. Ну, отменились, скорее всего, из-за коронавируса. Может быть, может быть. И вас с праздником. Ну, мы его не боимся. Никогда не сдадимся. Как вода? Прекрасная вода. Отличная. Теплая. Коронавирус для десантников страшен, как вы считаете? Нет. Спасибо Путину, что он нам назвал такой праздник. Мы будем гордиться дальше. Хотя бы то, что они закрыли. Сейчас год службы десантников, это не то. Нужно два года делать. Многие, кто постарше, говорят, что ВДВ уже не то. Как вы считаете, это так или нет? Ну, не знаю. Вот я служил в инженер-саперном батальоне 106-й дивизии в Туле находится. Я из 12 месяцев своей службы провел 8 месяцев службы в полях, то бишь в палатках. И мы там были как раз-таки зимой. И, мне кажется, сполна прочувствовал все эти тяготы, не тяготы военной службы. Когда мы призывались в армию, в десантную скамбу, в десантную скамбу, но когда первые полгода для нас касалось то, что мы попали не туда, куда надо, ну, как бы это было очень тяжелое, ратное, кабальная очень работа была. 8 лет, мы год не видимся, и через год мы всегда здесь, вот мы всегда здесь встречаемся. Братаны. Есть некоторые десантники, которые, ну, постарше, да, и они вот, естественно, отмечают, ну, выпивая. Что ты можешь про это сказать? Какое у тебя отношение к этому? Пускай выпивают. Главное, чтобы нас не трогали.